Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о высшем пилотаже в программировании, именно с чего начать путь. И это видео больше для тех ребят, которые сегодня в школе, и новички, еще не разобрались, да, или те, кто хочет прийти в школу. Итак, Python OOP, мы вообще, вообще, Django, Python OOP, в общем, мы изучаем на сайте spb-tut.ru. Есть и другие сайты, допустим, где мы изучаем, там, как на Django писать в соцсеть, хотя сами азы Django тоже на SPB. С этого сайта и надо начать. Кроме этого, в школе есть уже направление Kotlin, например, программирование на Kotlin. Kotlin это тот же Java, только более простой программирование Android приложений. Но не будем отвлекаться. Итак, сначала вот что. Есть, когда вы попадаете в личный кабинет, ну, во-первых, по значкам ориентироваться именно с личного кабинета, у нас есть здесь Python OOP. И данный документ Markdown я веду по ходу, который является направляющим. Обратите внимание, я понимаю, что может за монитором находиться совсем новичок. Для новичков при покупке доступа вы получаете доступ к сайту, такому, например, как Pro365.net, где Python с самого нуля, то есть где вы просто повторяете и все. Повторяете и так начинаете. Начались бесплатных уроков, потом пошли дальше, дальше и дальше. И все на одной странице, курсы смотрите и смотрите и работаете. Так вы получите первые знания Python. Как я рекомендую, когда вы только дошли до функций, все равно, да, вы начали работать с джанго, допустим, по урокам. Пошли, да, работать с джанго. Пошли, пошли по урокам. Но как вы дошли до функций, то начинаете работать и с практика Python OOP. Для чего этот раздел нужен? Ребят, смотрите, воспринимайте, пожалуйста, на слух. Вот вы, допустим, просто смотрели уроки, да, у вас совершенно туманно. Пока человек вот изучает и практически до года у него туманно. Да, он там может набирать некие списки типа объектов, там, кортежи. Но пока применять практически он не может. Почему? Нет полного осознания, как работает язык. Здесь есть два выхода, который проверен в школе на практике. Это начать изучать два языка. Я много об этом говорил. В принципе, совершенно будет правильным. Что сделать? Совершенно правильным будет сделать. Я дам эти ссылки, почитать. Такие вещи. Хотите стать программистом на сайте. Там, как правильно изучать джанго. То есть, и получите много ответов на вопросы. Теперь, теперь, теперь давайте все-таки взглянем на структуру этого документа. Здесь, если его сначала читать, то все будет вполне понятно. То есть, написано, проделать уроки. Проделать уроки, да. Дальше поехали. Сейчас я войду. Я что-то не то сделал. То есть, здесь я все расписал. Проделать уроки там-то, там-то. Дойдете до функций и все. И так далее, и так далее. Дальше идет ссылки на раздел в группе, где идет изучение. Вот здесь перейдем к сути. Еще, как такового ООП мы не касаемся. Здесь занятие построено таким образом. В школе есть 14 суток видеоуроков. А это как дополнительно. И здесь аж 7-9 страниц. По сути дела, вопросы, код, задание. Начинается все с самого простого кода. Вот если вы пойдете по переписке. А переписку эту контролировал лично я. Давал задания. Шаг за шагом. Мы, например, подтягивали функции. Потом, допустим, что в скобках. Потом подтягивали, допустим, арк-кварс использование. Использование одних функций другими. И так докатились до класса. В классах, если мы перейдем в старт Python ООП, то ясно, вот здесь написано, ссылка на группу. То есть, само обучение идет в группе. Смысл обучения и вот эти сейчас два важных вопроса придется затронуть. То есть, еще раз повторю, не злитесь. На портале около 14 суток видеокурсов. Ну, например, приведу пример. Приведу пример. Ну, вот, далеко не пойдем. Сегодняшний курс вот добавил. Да, вот мы перешли и смотрим курс. В курсе здесь все понятно. Открыл урок и смотришь. Все объясняется. Это один подход. Он великолепный. Он дает возможность начать программировать. Но к нему надо дополнение. И вот эти вот вещи являются дополнением. И они идут по порядку. Вернее, жизнь поставила так. Смотрите, я начал... Появились люди в школе, которые начали заниматься. И я вижу, что очень много людей посещают. Только кто-то стесняется писать. Но занимается по разделам очень много людей. Люди начали заниматься. Я начал записи эти собирать. Их много, да. То есть, придумал там задания про зоопарк. И увидел в конце, мы получили довольно неплохой уже код. Живучий, да. Потом я все это дело систематизировал в виде документа, чтобы человек знал, как перейти. И пришло время. Мы перешли, наконец-то, к магическим методам. Я объяснил. И, допустим, очень подробно изучили init и так далее. Self и так далее. И так далее. То есть, начали писать классы. И пришло время. Надо же когда-то начинать и волшебство пайтом. То есть, то, что считается высшим пилотажем. И я ребятам написал. И вот теперь суть. Да, вот два раза говорил, что расскажу. И два раза уходил в сторону. Так вот. Одно дело, когда вы смотрите курс, повторяете. Вы действительно начинаете понимать, начинаете делать. Но другое дело, когда я, например, не например, а я конкретно выступаю только в роли человека, который направляет. И задает правильные вопросы. Сейчас. Секундочку. Ну, давайте проанализируем записи. То есть, вот дальше пошло. То есть, в данном разделе имеется в виду работа личная вас. То есть, я даю план, я даю задания, я даю конкретные вопросы. И уже, и так вот весь раздел построен. И вы уже занимаетесь сами, обсуждаете в группе, находите. Но у вас идет конкретная работа на систематизацию, на понимание питон глубоко. И так начался этот раздел с того, что и так готовы изучать высший пилотаж в Python, ООП. Значит, вперед к новым вершинам. Давно была мечта, бла-бла-бла. Теперь, ребята, поясню. Разрабатывал я курс совершенно нелинейно. Ну, во-первых, на что опоры? Если залезете внутрь Django, то все поймете. Там все это используется. То есть, на то, что используется в библиотеках, нелинейно. Поэтому до этого, как я говорил ранее, мы там разбирали функции. Потом начало классов. Потом затронули интерфейсы. И, в принципе, моя цель была немножко другая. Просто познакомить ребят с интерфейсами. Для этого я придумал там пример с шахматами. И зашли ребята в тупик. Но, в конце концов, мы вышли из тупика, потому что поняли, что такое интерфейсы. Ну, объясняю на словах. Ну, например, у нас есть два здания. В одном здание открывается ключом, а во втором надо прикладывать карточку. Конечно, вы можете сказать, я напишу класс. Там и для карточки, и для двери. Но это не будет толком работать. Нет, это будет работать. Но когда вариантов очень много, то получается, что путаница. Вот, допустим, как в шахматах. Там же все ходы не пропишешь, правильно? Но что является решением? Интерфейс. То есть, это такой определенный абстрактный класс, который просто знает, что должно быть. Но как это сделать, он не знает. Вот, допустим, смотрите. Тогда и с шахматами, и с ключами решается вопрос просто. Если мы пишем определенный абстрактный класс, который знает, что вот приставили карточку, да, и открывается дверь. А уже в другом классе мы прописываем ключи сами, да, вот, варианты ключей. Тогда все срабатывает отлично. То есть, вызывается интерфейс. Но я, когда начал с интерфейсами работать, наберите сейчас после этого видео интерфейсы Python, то понял, а прикручивать-то их пока не к чему. Поэтому, готовясь к дальнейшему вот этому походу, да, я напомнил PEP8, чтобы ребята проработали, и нашелся человек, который проработал PEP8, то есть, как писать правильно код. И вот здесь уже можно приступать к более значимым. Итак, я составил план изучения магических методов по категориям. Это все есть на сайте Python.op, ну, официальном сайте. Ну, там оно неприглядно, там оно скучно документировано и совершенно не систематизировано. И поэтому, это ж мы сейчас говорим, ребята, о чем, чтобы вы понимали. О всем, что есть, я сейчас просто покажу, с нижными двумя подчеркиваниями, типа init, которые мы перед этим, допустим, изучали. То есть, это вот магические методы классов, которых на самом деле довольно много. Но использовать их, во-первых, не знают как, во-вторых, мало используются за того, что нет систематизации. Я уберу, так как это у меня реальный документ Макдаун, который вы сейчас видели на сайте. Так вот, и когда я разделил по категориям, первая категория, по подкатегориям, методы построения и инициализации, привел пример, да, дальше, вторая категория, операторы, которые делают полезную работу для... Это все работа с классами, это все методы с двумя нижним подчеркиванием. Операторы, которые делают полезную работу для пользовательских вами созданных классов, и там пошли еще меньше категории, магические методы сравнения, числовые магические методы, унарные операции, функции, так далее, и так далее. Далее. Представление вчитаемый вид нами написанных классов. Ну, я сразу привел пример, самый распространенный, это STR. Грубо говоря, если мы открываем Django, открываем любой класс, то в Python 3, то мы четко понимаем, что STR мы используем. То есть, кто использовал Django, сейчас я придумаю, чего здесь открыть. Чего здесь открыть. Чего здесь открыть. Сейчас, секунду, ребята, не вижу. Ну, например, вот, то есть, в Django вот мы используем читаемый метод, потому что если не использовать этот метод STR, да, то, по сути дела, мы, так мы видим конкретно заголовок записи, можем ориентироваться, так будет только объект 1, объект 2, объект 3 в админке, да, то есть мы это уже используем. То есть, я понимаю, что ребята меня уже начинают понимать. Далее, методы контроля доступа к атрибутам, создание индивидуальных последовательностей, волшебная работа с контейнерами, рефлексия, интроспекция, высший пилотаж. Это действительно высший пилотаж. По сути дела, говорят, что программа во время работы начинает исследовать тип, свойства объекта, но этого еще мало. Она начинает вызывать эти объекты и другие методы. Грубо говоря, хотелось привести анекдот, но я не буду проводить, даже не знаю интерфейсов. Это высший пилотаж действительно Python. Далее, вызываемые объекты, контекстные менеджеры, абстрактные базовые классы, построение объектов в дескрипторе, копирование, маринование наших объектов. В общем, получилось аж, наверное, 13 пунктов. То есть, и каждый из них включает, только первый, самое мало, а каждый включает. И вот сразу я задаю практическую работу. Мы берем первый вопрос, методы построения и инициализации. И как я говорил, когда начинается такая практика, то вытягивается очень много вещей, то есть, которые нельзя взять просто и объяснить вот так. А надо это именно делать на практике, чтобы люди выполняли. Например, если вернуться назад, если взять рефлексы и интроспекция, то понятно, что для меня понятно, а вы потом увидите, что обязательно вытянутся и интерфейсы. И я, то, что касается, если есть в задании, то я обязательно задаю эти вопросы. Итак, методы построения и инициализации, это самый маленький раздел, он включает три метода. И нет. И, кстати, и нет мы уже очень подробно разобрали. И сразу даю на ссылку в группе, кому надо это дело повторить. Здесь большой объем, очень хорошо разобрано. И можно почитать и разобраться, проделать, что такое и нет. И уже будете во сне. Далее. Но к методам построения и инициализации относятся еще два метода. Это метод new. И вот я задаю вопрос. Каковы конкретные цели метода? То есть, понимаете, в чем суть? По сути дела, к этому моменту человек в школе уже умеет программировать. Значит, он начинает, когда есть конкретный вопрос, то он уже легко открывает поиск, да, и набирает пример метода new, да. И понятно, что он найдет. Почему? Потому что направил я хорошо, то есть человек найдет. Во-первых, начинает накапливаться опыт поиска, да, и ответа на вопрос. То есть, человека начинает вот при таком стиле обучения в дополнение к видео. Видео, конечно, основное, где я рассказываю по урокам. Но у человека начинает формироваться действительно представление мира Python. То есть, по крайней мере, если у него вот это вот, сейчас выражусь, дайте подумать. Вот смотрите, человек решил написать какую-то вещь, да. И новичок, как правило, он хочет написать, и что спросить не знает, и как узнать не знает, и ничего не знает. Вот это сложность, да, для новичка, поэтому новичка надо проводить. Само новичка я провожу только рассказывая. А здесь, когда он начинает работать именно под таким принципом, у него начинает формироваться понимание мира Python не только как, что это, а как делать. То есть, и формирование правильных вопросов и ответов, и, по сути дела, к чему я веду? Что человек, ага, если он пишет чего-то, так, я буду использовать тут метр Нью, там буду работать с сокетами, я могу использовать Делл. То есть, начинает формироваться картина мира, вот эта правильная, да, и она начинает формироваться именно так. Чтобы человеку помочь, я задаю конкретный вопрос. То есть, каковы конкретные цели метода? И даю откуда, допустим, начать. Начать с доков Python. Привести пример Нью, взаимодействие с init, как он работает. Вот это главный вопрос, да, потому что нас вообще интересует именно не метод Нью, как работает не отдельно, а с init. И, в принципе, потом, когда пойдет обсуждение, мы, вот эти вопросы я все буду уточняющие задавать. И есть еще один метод Делл, ну, я уже не буду все так подробно рассматривать, вы поняли, да. Главное понять суть, суть школы, что, с одной стороны, с одной стороны, в школе мы работаем с видеоуроками. То есть, зашел человек, допустим, там, подключаем гид, да, перешел к курсу, открыл, все, прочитал, открыл курс и пошел его смотреть. Делает, радуется, все получается. Но этого, ребята, мало. И это спасибо таким ребятам, как Сергею Саччу, вот этим любознательным, которые просто готовы душу вынуть из себя, вот эти, и хочется им помогать, да. И вот этот вот из практики сам, как бы, родился такой вот принцип. Хотя первично все это было применено, на самом деле, на Котлин. И было применено совершенно нелинейным образом. И здесь довольно просто разобраться. Если посмотреть курсы Котлин, то мы видим очень интересную вещь. Сначала идет объявление переменных, потом идет бац и функции. Здесь, конечно, был для меня прорыв в обучении. Хотя я уже практически 8 лет, нет, не 8, я изучаю 8 лет. Он занялся обучением с 2013 года, именно Python тогда был, да, который сейчас продолжается, школа работает. И тогда я допетрил, жалко, что на 8-й год, что хорошо бы рассматривать язык в пределах переменной. Потому что, ну, ответ был на поверхности всегда, когда я себя спросил, Валера, что ты делаешь, когда пишешь программу, работаю с функциями. А почему бы тогда людям не сразу, не начать именно работать с функциями. И изучать те же переменные, те же типы, только работая с функциями, да. По сути дела, человек постоянно находится, получается, как бы занимается практикой, а не что-то там изучает, ну и так далее. И потом практически тот же метод, но уже немножко модифицированный, был применен к Python. Где и получается, сливается отлично два метода. Один метод изучения по видеокурсам, где человек, и здесь важно находиться в школе, почему? Потому что важно именно работать с группой, сохранять важные вещи, зачастую ребята скидывают. Прочитал, посмотрел курс в удобное время, и дальше начинаем подтягивать Python, да. То есть, погнали, 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 погнали. Вот потом, о чем мы сейчас говорили. И на самом деле, если мы посмотрим, я еще сразу веду для себя, все это готовлю в конспектах, да. На самом деле, когда, вот ребята, мы начинаем раскладывать все эти методы с двумя нижними подчеркиваниями по категориям, да. И мы начинаем идти по каждой категории, по каждому методу, то есть, я задаю вопросы, то, конечно же, все это отложится. Но отсюда рождается действительно настоящий программист, то есть, программист, который может писать действительно настоящий код, который просто, ну, код, вот, то есть, максимальная производительность Python. Хотя, я, ребят, успокоил, они так все страшно, не такие они и сложные. Если их разложить по категориям, то категории всего, на самом деле, 13, а у меня получилось, да. И, оказывается, легко составить справочку потом себе и легко начать применять эти методы. Наше дело всего лишь посмотреть, что это за методы, понять, что они делают, понять их применение. Пишите и получайте удовольствие. Но это и задача этого курса. А моя цель была рассказать просто, что делать именно ребятам в школе, что использовать два метода обучения и по видеоурокам, и, как бы, получается самостоятельные работы, но где я направляю? Это здесь групповое направление, индивидуально я не работаю, я работаю только с группой, да. И, по сути дела, записи сохраняются, когда бы не пришел человек, он может пройтись по записям, но делайте все сами. Не переписывайте код, все проделывайте через практику, ребят. Это очень важно. Тогда вы будете писать код. Я заметил, тот же Асачи пишет, вот было сегодня уже больше времени, но тогда прошло пять месяцев, он писал уже на двух языках, на Python и на Kotlin. И писал неплохие классы. Как я сказал, много ребят делают, много ребят делают, только кто-то стесняется на публику делать, ну, все по-разному. Ну, а мне как? Делают, я вот, ребята сделают, я скидываю новые задания, сделают, и так идем уже довольно много записей получилось, поэтому вот так и получается. Итак, ссылки на школу в описании видео. Кто начал с этого видео, посмотрите ссылки и, пожалуйста, занимайтесь, писать код будете. Спасибо за доверие, успехов!